в преддверии нового года мне хотелось бы сделать миру кинологии подарок я хочу подарить информацию об исследовании которое я назвал оружие собаки как вы уже догадались речь пойдет о зубах собаки и о том как она их пускает в ход при необходимости производя укус если расписать по значимости все качества собаки для борьбы с противником то укус займет место не выше 4 5 но тем не менее сильный укус и жесткая хватка будут огромным плюсом как в бою так и для общей характеристики собаки основополагающим условием обладания качественными укусом и хваткой являются врожденные способности собаки научить собаку кусать невозможно возможно лишь раскрыть то что как говорится насыпала природа собака кусает мозгами они зубами стремление проявлять сильный укус крепкую и длительную хватку передается из поколения в поколение поэтому отбирая собак для племенной работы среди прочих я всегда обращаю большое внимание и на это качество у каждого инструктора есть свои методы и секреты в вопросе улучшения этого качества собаки но все они неразрывно связаны именно с раскрытием врожденного потенциала приобретенный багаж дает возможность вывести уже имеющиеся показатели на максимально возможный уровень обозначив важность врожденного фундамента я перейду к оружию собаки с точки зрения физиологии а также сути моего подарка миру кинологии все кто занимались собаками разделом защита или подготовкой собак для охраны или для караульной службы охотой и прочими направлениями собаководства слышали такие выражения у этой собаки сильный укус или у этой собаки жесткая охватка и так далее в таком же духе подобные высказывания применяют кинологи давая оценку той или иной собаки но все высказывания такого рода не более чем размытая субъективная и чаще всего эмоциональная оценка нигде в кинологии вы не найдете четкую характеристику укуса собаки которая выражалась бы в цифрах много лет назад я захотел исправить этот пробел в кинологии и исследовать этот вопрос для четкого определения данных в показателях силы укуса качество хватки и прочих характеристик собаки в данном вопросе для этой цели были сконструированы различные приборы один из которых вы видите на экране ничего особенного и тяжелого в изготовлении этого прибора нет динамометр электронные нажатия которых сейчас множество нехитрая металлоконструкция внутри которой крепятся динамометры а после вся эта конструкция помещается внутрь рукава или любой другой амуниции которую будет кусать собака при давлении на место укуса на экране появляется результат измеряемый на моем приборе в килограммах такие исследования уже неоднократно проводились в разных странах но касались они как правило просто праздного любопытства у какой породы собак или у другого животного сильнее укус и так по сути темы этого видео на протяжении восьми лет я сделал замеры силы укуса 19 разных пород собак это сотни и сотни собак я уже со счета сбился те кто практикуют дрессировку понимают о чем я за год через руки дрессировщика проходит сотни собак разных пород поэтому кому как не дрессировщиком проводить такие исследования вопросу о максимальных показателях силы укуса и о том какая порода собак обладает самым сильным укусом я вернусь в конце видео моя главная цель рассказать о том какую пользу этот прибор может дать именно профессионалам в подготовке и выращивании собак в аспекте эффективности оружия собаки среди прочих я хочу выделить три наиболее важные составляющие первое сила укуса второе хватка третье проявление укуса разберем каждую из этих трех составляющих сила укуса тут все понятно это максимальный показатель который выражается на моем приборе в килограммах хватка в этом аспекте мы отмечаем способной собаки производить удержание условной добычи на протяжении длительного времени с плотной и жесткой фиксацией проявление укуса это максимально сильное сжатие челюстей за минимально короткий промежуток времени и это качество является наиболее важным во всем списке составляющих оружия собаки именно проявление укуса дает возможность собаки не слететь при входе в захват с рукава или костюма собакам охотничьих пород моментально зацепиться за зверя не дав ему убежать и проводить максимально эффективную схватку с противником поэтому раскрытию этого качества должно уделяться особое внимание особенно в щенячьем возрасте если у вас дефицит со временем вы можете не развивать силу укуса вы можете не уделять время развитию хватки но занятия на проявление укуса должны быть обязательными в процессе выращивания щенка теперь разберем что дает нам прибор во всех этих компонентах и так первый вопрос возможно ли увеличить силу укуса собаки физическими упражнениями ответ да как и спортсмены силовых видов спорта развивают свою силу постоянными тренировками так и в случае с собакой те мышцы связки которые принимают участие в произведении укуса и хватки также можно развить проводя исследования на своих собаках я для себя вывел 12 недельный цикл подготовки так вот после первого такого цикла сила укуса собаки увеличивалась на 30-40 процентов относительно замеров на приборе до подготовки собаки а в некоторых случаях эти показатели были гораздо выше следующий момент имея такой прибор вы можете правильно выстроить подготовку вашей собаки постоянно замеряя силу укуса и видя что результат падает вы опытным путем опираясь на цифры вы видите правильные интервалы отдыха для собаки а они у каждой собаки индивидуальные если вы спортсмен то перейдете к правильному графику тренинга в разделе защита пониманию того что кусать собаки каждый день рукав или костюм очень вредно мышцы должны отдыхать минимум 48 часов составив график как растут падают или плюс-минус остаются постоянными показатели силы укуса вы для каждой собаки индивидуально разработаете программу выхода на пик формы и еще много всего полезного вам даст этот прибор вопросе ведения собакой борьбы вы сможете проследить как меняются показатели хватки а именно сколько процентов усилия от максимума собака затрачивает на удержание как меняются эти показатели в зависимости от длительности очень важным моментом является изменение показателей силы укуса во время нанесения ударов по собаки и при других болевых ощущениях также вы узнаете меняется ли сила укуса при поворотах головы когда собака работает в ноги и производит укус не как в случае с рукавом который держат параллельно земле а совершенно в других плоскостях заводчики имея такой прибор смогут проследить как развивается укус и хватка щенков в каком возрасте отмечается максимальный прирост показателей силы укуса и качества хватки а это очень важно для воспитания и выращивания будущих служебных собак здесь я хочу отметить что занятия со щенячьего возраста такими нагрузками никоим образом не влияют на прикус собаки ничего плохого эти занятия не принесут ни связкам ни мышцам ни общему здоровью собаки главное это постепенные и выверенные нагрузки и нужные интервалы для отдыха я считаю что такой прибор должен быть у каждого профессионала который занимается разделом защита очень важно понимать максимальные возможности собаки это даст правильные ориентиры в подготовке собак когда я впервые выложил видео где мой скиф висит на тарзанке вместе со мной то многие комментировали что такие занятия могут причинить вред собаки но такие рассуждения от незнания данного аспекта у меня есть видеозаписи где скиф висит со мной и моей женой одновременно а это суммарный вес 150 килограмм не считая еще и 35 килограмм самого скифа и даже этот показатель далеко не максимальный в этом упражнении зная максимальные показатели вы сможете разработать правильные принципы в общей физической подготовке собак вот что дают приборы фиксирующие показатели в цифрах на сегодняшний день в программу соревнований каскада в число навыков включена проверка на силу укуса на приборе и при равном количестве суммы баллов побеждает та собака которая показала укус сильнее других были также проведены первые соревнования чисто на силу укуса но пока что только между собаками клуба каскад это я уже подсказываю идею тем кто является организаторами различных соревнований проводите такие соревнования это вызовет неподдельный интерес как у участников соревнований так и у зрителей особенно при участии разных пород собак да кстати проводя такого рода соревнования не забудьте в качестве благодарности упомянуть того кто вам бесплатно подсказал эту идею было бы приятно да и дало бы мне мотивацию подарить миру кинологии еще какой-нибудь подарок теперь я вернусь к вопросу о том какие же показатели максимальной силы укуса у собаки и какая порода в этой номинации победитель на просторах интернета входит информация что максимальная сила укуса у кангала некоторые издания пишут о ротвейлере с показанием 140 килограмм я скажу что вся эта информация далека от действительности совсем не кангал и ротвейлер являются лидерами в списке пород собак сильнейшим укусом да и сила максимального укуса уходит далеко за 140 килограмм но правды ради стоит сказать что проводить такие замеры с целью выявления победителя нужно из числа собак которые специально занимаются по программе для увеличения силы укуса только так можно по-честному выявить победителя и лидерами в этом показателе будут те собаки которые имеют запредельную мотивацию в добыче выражаясь на спортивном сленге именно эта мотивация позволит заниматься с такими собаками часами и результаты будут просто уникальными из своего опыта скажу из всех собак которым я проводил замеры сильнейший укус был у собаки вес которой не превышал 35 килограмм различные топ-5 или топ-10 собак самым сильным укусом из youtube и других интернет-изданий полная ерунда всякого рода теоретические предположения о влиянии строения челюстей собаки зависимости от породы и разные типы прикуса все это отходит на задний план именно желание собаки на тренировке отдавать всю себя в этом направлении это ключ к достижению максимальных показателей силы укуса и так что касается максимальной силы укуса в цифрах и породы победителя я немного повременю с этой информации чтобы не испортить возможность получить истинное удовольствие тем кто следуя моему совету сделает такой прибор и займется исследованием силы и других показателей укуса и шаг за шагом будет открывать для себя много нового в понимании оружия собаки и ключом открывающим дверь к этим знаниям является всего-навсего этот простенький прибор я на своем опыте в этом исследовании знаю что именно сам процесс доставляет удовольствие гораздо больше чем полученные результаты в конце пути да и чтобы эти результаты получили статус общепринятых их нужно фиксировать на официальных мероприятиях соответствующей поверкой оборудования чтобы никто уже не смог эти результаты поставить под сомнение а смысл этого видео не в праздном любопытстве кто сильнее а в том что любой кто захочет используя мой опыт может для себя закрыть пробел в кинологии об укусе собаки а вот когда уже количество занимающихся с собаками на достижение максимальной силы укуса возрастет тогда уже и проведем соревнования на определение чемпиона в этом показатели и клуб каскад обязательно примет в этом активное участие благодарю вас за внимание с вами был петручок владимир с наступающими праздниками